Всем привет! Привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас KFC и еще Actimel. Я увидела в холодильнике, решила добавить сюда, хотя не очень в тему, но да ладно. Соскучилась я по Actimel. Не пила его, наверное, уже полжизни где-то. Сегодня я снимаю видео на мою обычную камеру, на которую снимала всегда. Почитала комментарии, да вообще посмотрела со стороны. Реально, вы правы, как-то на той камере получается как-то слишком темно, что ли. В общем, я сама тоже не очень довольна осталась. Всем больше нравится эта камера. Ну, если вы думаете, что это телефон, это тоже не телефон. Это очень хорошая камера от Canon 700D у меня. И, по идее, зачем было ее менять? Сейчас, я думаю, действительно. Зачем надо было ее менять? Я хотела, типа, лучше, новее. Какой соус вкусный. Здесь у нас картошка по-деревенски, бургер, твистер и сырные подушечки. Но ноутбук классный. Я почему-то думала, что я куплю новый ноутбук, и мои видео будут загружаться на компьютер, не знаю, за 2-3 минуты. Ничего подобного. Мне даже кажется, что этот ноутбук загружает видео даже дольше, чем мой старый. Просто на новом ноутбуке установлена новая версия. Программы для монтажа. Она очень хорошо монтирует, но она долго загружает. Короче, я заплатила до хрена денег, чтобы усовершенствовать свой контент. Но, скорее всего, продолжу работать на старых устройствах. В общем, посмотрим. Мама счастлива эти несколько дней, что папа приехал. Поменял нам сразу везде. Лампочки. Починил сантехнику, которая хромала. У меня папа в таких вещах. Мастер просто на все руки. Вот что угодно дома сломается, он этот починит. Что угодно. Мне кажется, раньше то ли времена такие были. Раньше, мне кажется, у нас у всех отцы умели чинить все, что угодно. А нынешние, например, молодежь, да, так скажем, да, наши парни. В этом плане, мне кажется, вообще ничего не умеют. Особенно у папы слабость к лампочкам. Когда он видит люстру, в которой, например, 10 лампочек на месте 12, он такой, блин, надо спуститься купить две эти лампочки. И всегда покупает какие-то супер дорогие лампочки. И говорит, что они очень экономичные. Но когда приходит счет за свет, я понимаю, что ничего не поменялось. Вот гуляем с папой. Правда, я все это не снимаю. Просто проводим время вместе. Папа еще долго у нас останется. Много у нас планов, идей всяких. Вот. Короче, все отлично. Наткнулась на комментарии моей подписчицы. Зовут Наталья Игоревна. Наташенька, вам огромный привет. Здравствуй, Айнур. Смотрю твои видео. Вот мне комплименты пишут. Я сразу так стесняюсь их всех читать. Вот вопрос. В чем заключается вопрос? Какие процедуры ты делала, когда последний раз подкалывала губы? И есть ли какие-то побочки от всего этого? Ну, честно, вы не поверите, но я, наверное, где-то полтора года ничего не делала с собой. Ничего абсолютно. У меня как бы эффекты все тоже прошли. Одно время я сделала ботокс. Но мне кажется, мне пока что рановато делать ботокс. Я это поняла. Почему? Потому что у меня лицо как бы потерялась мимика. В общем, у меня нету таких глубоких морщин, чтобы делать ботокс. Губы мне мои очень нравятся. Делала я их 2-3 раза. Но последний раз я их делала полтора года назад. То есть давненько. И с тех пор у меня вот нормальный эффект, объемчик держится. Я такой человек, я действую по настроению. Иногда бывает, я, возможно, там встаю и думаю, блин, хочу сегодня сделать себе губы. Вот тут в последнее время такого нет. Возможно, это связано с тем, что я постоянно сижу дома. А иногда я смотрю на тиктокеров молодых. У них есть и возможности, то есть могут сделать себе губы, а многие не делают. Мне кажется, это мода. Вот все как один, например, девчонки, делаю тебе носики маленькие, губки огромные. Эта мода потихоньку проходит. Мне кажется, становится актуальнее, естественная красота. Кое-где кое-что подчеркнуть, но без фанатизма. Я когда покупала ноутбук, я отдала ноутбук, там должны были установить Windows, должны были установить программу для монтажа. Это все занимает время. Мне сказали, что 2 часа это все займет. Вы можете пока что пойти погулять, не знаю, по магазинам походить. Я решила так и сделать, чем просто сидеть там. Я вообще в Молле походила немножко. Просто погуляла. Я увидела девушек, 3 девушки. Девочки настолько красивые девочки. Большие пухлые губы, маленькие носики, красивые брови. Видно, что все сделано, и они очень были похожи друг на дружку. Смотрелось супер. Еще самая главная фишка. Они были в таком пальто. Одна была в пухлевике, а двое были в пальто. На улице моросил дождик, и они были в платочках. То есть это не как хиджаб, а просто вот так вот платочек. Они завязали, смотрелось так элегантно, так круто. Вообще, мне нравится, когда вот так вот завязывают платочек. Вообще, мне иногда кажется, что женщины одеваются, красятся, улучшают себя. Мне для мужчин потому что мужчины обычно это не замечают, а они это делают для других женщин. я, например, увидела этих трех девочек, почувствовала себя чмом, натуральным чмом. Я так посмотрела на себя, посмотрела на них, такая, думаю, какая я стремная, какая я страшная. когда ты сидишь дома, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну и так нормально пойдет. конечно, у всех это индивидуально, но я где-то полтора года точно не ходила к косметологу. Вылечила кожу, но кожу я лечила не у косметолога. Я пила ракутан. Некоторые мне в комментах пишут, ай, кого ты радуешься, что у тебя нету сыпи на лице, ну и что, у тебя в ужасном состоянии кожа. Когда же люди поймут, что отфотошопленной фотографии в интернете такой кожи не бывает. Понятное дело, что у меня синяки под глазами. этого не нужно стесняться. Это строение лица такое. Что поделать? Румяные щечки. Ну, бывает. С кем не бывает. У меня еще плюс немножко веснушки. И вот эта новая камера, я попыталась снять влог на эту камеру. Блин, каждая моя веснушка прям видна. Все недостатки лица видны. Вот моя старая влоговая, она не была такой. Она, наоборот, как будто заглаживала лицо. А здесь нет. Фокус туда-сюда прыгает, а когда на лице, видны все изъяны. Просто вся. Это твистер. Капустка здесь. В KFC были мои любимые десерты. Почему-то их больше нету. Интересно, почему. Например, я не делала плазма, лифтинг. Я не делала себе, там, не знаю, четкие обалы. Я ничего не вкалывала себе в нос. Делала ботокс и губы. Ну, правда, эффект прошел. Хотя у меня очень долго держался. У меня где-то 7 месяцев держался эффект. Но у большинства моих знакомых держится где-то 4-5 месяцев. Возможно, я первый раз делала. Может быть, из-за этого. Или препарат мне подошел, или еще что-то. Я, правда, не спец, не знаю эти тонкости. Мне эффект нравился, но мне и без нравится. Не могу точно сказать, как мне больше нравится. Такой же прям явной надобности в этом я пока что не вижу. После где-то, наверное, 35, наверное, да. Возьмите, вкуснотища я наелась моя хорошая была очень очень вкусно вообще обожаю фастфуд прям очень люблю вот всем сердцем почками на этом все мои хорошие обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всех люблю целую с вами была айка